уважаемые коллеги давайте я вас поприветствую продолжаем изучать не собственные интегралы точнее так интеграл с параметром ну вот теперь под тема у нас разделил пополам и так пункт в нашем параграфе не собственные интегралы с параметром хорошо что давайте определим пусть у нас а число b число либо плюс бесконечность а произвольное множество не пустое буду предполагать предположим функция предположим что функция определенная на декартовом произведения написал со значениями в р или в c давайте я c напишу ну что коллеги в принципе здесь можно в разной степени общности давать по давайте я предположу самой простую вещь что эта функция непрерывно ну а в скобочках давайте напишем интегрируема и обсудим это где она любого а у для всякого у из вот отсюда из а б и любого альфа из а хорошо и при любом альфа из а существует ну если в рассмотрим то может и плюс бесконечность поэтому я подчеркну конечный предел предел мы назовем вот так обозначим это у нас предел и стремящемся бы слева вот таких вот частичных интегралов хорошо тогда функция тогда появляется функция каждому а из а альфа из а большого я могу сопоставить вот это число появляется функция и от альфа обозначается вот так вот так ну и эта функция давайте называется не собственным интегралом с параметром ну что коллеги давайте обсудим в принципе я могу определить вот эти частичные интегралы если потребую от f чтобы она была здесь интегрируем по ли бегу но я не хочу заново перед оказывать теоремы хочу воспользоваться тем что у нас уже было поэтому я здесь наложил дополнительные условия непрерывность функции ну или так чтоб все сработало интегрируемость по риману договорились уважаемые коллеги чтобы сократить в этой части что такое интеграл с параметром ну вот определили двигаемся дальше дадим определение определение не собственный интеграл с параметром альфа называется равномерно сходящимся на а определяем это понятие если если ну первый пункт этот интеграл сходится для любого альфа фиксировано из а большого и ну и теперь равномерность по альфа для любого эпсилон больше нуля найдется б штрих с а б что для любого и грек из б штрих окрестности б и любого альфа из а у нас выполнено следующее а и грек эф от икс альфа д икс альфа д икс модуль меньше эпсилон или что эквивалентно последнее условие равномерность по альфа я могу записать вот так супремум альфа из а таких вот хвостов не определяю и тогда вот это условие что будет означать что у нас у этой величины есть предел ну какой предел ну нулевой до 3 игрек стремящимся бы смел так коллеги вот такое определение хорошо давайте свяжем это с тем что у нас было на прошлой лекции замечание положим ну через и альфа и грек я обозначу вот такие частичный интеграл ну и как всегда и от альфа это сам не собственный интеграл тогда условия равномерной сходимости означает означает что что вот эти функции как функции с параметром y равномерно на а сходятся и от альфа при и грек стремящимся бы слева а понятно то есть мы полностью до находимся в рамках предыдущего и от и грек альфа так ну давайте да согласен от и грек альфа спасибо да 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 чтобы не нарушить ну ладно коллеги это все хорошо но можно было и не менять я я не не сказал где определен и и грек альфа ну ладно и так коллеги мы находимся вот в рамках того что было у нас на прошлой лекции поэтому я предлагаю просто загрузить так сказать новые случаи в те черные ящики в те теоремы которые мы уже доказали получить же результаты для интеграла с параметр давайте это все назовем дать я пойду сюда свойства не собственных интегралов ну что даже не буду это как теоремы назначать хотя это полноценные теоремы ну давайте вот первое свойство непрерывность пусть у меня функция f непрерывно на декартовом произведения и в качестве а я сразу возьму отрезок цель пусть выполнено это и не собственный интеграл равномерно сходится на cd тогда тогда функция и от альфа оказывается непрерывной на cd замечательно давайте это с вами докажем коллеги я предлагаю вот понять почему нам нужно обратиться к предыдущей лекции где мы рассматривали перестановку двух интегралов коллеги всем ли понятно что эта задача как раз о двух пределах у меня есть один предел в определении непрерывности по переменной так и фактически здесь как раз и нужно понять можно ли переставить эти две операции местами ну вот оказывается равномерной сходимости этого интеграла достаточно ну при условии конечно что функция f хорошая чтобы переставить эти два ну что два предела местами давайте докажем это утверждение по условию что мы имеем сходимость этого интеграла а что эта сходимость означает с точки зрения того что мы рассматривали в прошлый раз и то что у нас зафиксировано в замечании это то что вот такие частичные интегралы равномерно сходятся и от альфа на cd при y стремящемся к b слева ну поехали у нас эта ситуация была вследствие один теоремы 4 на прошлой лекции и что мы там с вами помните если вот такие функции с параметром непрерывны и есть равномерная сходимость то непрерывность перебрасывается сюда давайте с вами посмотрим почему у меня есть непрерывность у частичных этих интегралов ответ ну потому что есть теорема 1 ну кто записывает там в этом параграфе а там мы как раз с вами и обсудили что если мы рассматриваем непрерывную функцию на компакте а на каком компакте я рассматриваю эту функцию y где у меня теперь живет между а и b тогда у меня получается компакт декартового произведения отрезка ау на cd вот там функция непрерывная ну а значит у меня вот этот частичный интеграл при каждом фиксированном у является непрерывной функцией по альфа давайте это я зафиксирую по следствию последствию ну чего там из теоремы один в этом параграфе вот эти вот функции непрерывно на cd тогда ну вот тогда вот воспользуюсь следствием из теоремы 4 прошлой лекции тогда по следствию один из теоремы 4 функция и от альфа также непрерывно на cd все коллеги воспользовался ну довольно неочевидной и важной теоремой 4 да о перестановке двух пределов ну вот вот и здесь ну как функция двух переменных которые при фиксированном альфа определяется так ну вот вот этот да я интеграл обозначил альфа ага здесь y как переменная в а b а это функция определенная на cd коллеги ну продолжаем вот такая вот незамысловатая техника давайте дифференцируемость получим ну давайте немного опережая события у нас соответствующее утверждение было в общем случае опять как следствие есть ярем и 4 нужно теперь ну вот переписать это следствие для конкретной последовательности да последовательности частичных интегралов ну пожалуйста пусть переписываю пусть у меня я повыше возьму второй пункт дифференцируемость пусть значит у меня функция f и частная производная по параметру альфа непрерывны на декартовом произведении аб и отрезка цт так что дальше пусть сам интеграл и от альфа сходится для любого альфа из cd и вот такой вот интеграл от частной производной сходится равномерно на cd в смысле данного определения тогда функция и от альфа непрерывно дифференцируема на cd и и справедливо формула лебница производная я хочу эту функцию продифференцировать по альфа могу производную перекинуть через интеграл вот так вычисляется ну что коллеги давайте с вами докажем так коллеги я хочу понять да ну значит функции да и y альфа скажите мне пожалуйста могу я при фиксированном y считать что это непрерывная дифференцируемая функция по альфа почему потому что я получаю собственный да интеграл и мы с вами обсудили что если у меня есть непрерывность f и частной производной да то полученная функция будет дифференцируема да вот все давайте я это запишу функции дифференцируем на на c функции я дифференцируема на cd для любого y s a b и что мы знаем и знаем что ее производная по альфа вычисляется вот так это у нас давайте ссылку сделаем следствие из теоремы 2 о дифференцировании собственного интеграла у параметров хорошо давайте продолжим по условию у меня есть сходимость вот такого интеграла причем это сходимость равномерная на cd давайте я это запишу что это означает это означает что вот такие частичные интегралы равномерно на cd сходятся а куда сходятся ну вот к этому интегралу так по параметру x альфа dx забыл итак коллеги ну что осталось воспользоваться следствием 2 из теоремы 4 который говорит что если у нас есть равномерная сходимость производных вот она у нас наблюдается и есть сходимость подочная исходных интегралов есть у нас по условию то полученная функция параметра дифференцируема и ее производная в точности есть вот этот предел ну все значит давайте по следствию 2 из теоремы 4 ну что я здесь надо должен записать давайте запишу да последствию 2 из теоремы 4 заключаем что функция и от альфа дифференцируема на cd и ее производная в точности есть вот указанный предел ну а откуда вытекает непрерывность производной значит непрерывность и штрих и штрих о альфа следует из свойства а ну действительно у нас по условию эта функция непрерывна а значит несобственный интеграл равномерно сходящийся по условию будет давать непрерывной функции значит производная у нас непрерывная утверждение доказано коллеги здесь понятно все хорошо давайте закончим свойства перечислять ну и заключительное давайте здесь для двойственности и так обсудим интегрируемость так теорема ну теорема третье свойство интегрируемость интегрируемость хорошо я пока уберу и пока сохнет сформулирую преамбула давайте возьмем преамбулу из свойства 1 а именно пусть у меня функция f непрерывно на Декартовом произведении и такой вот интеграл у нас равномерно сходится тогда я могу рассмотреть интеграл от функции и от альфа и этот интеграл можно вычислять вот так переставив что здесь стоит здесь есть последовательное интегрирование сначала по отрезку cd дальше по промежутку а b ну а утверждение в том что порядок можно поменять местами и так от а до b на x а здесь от c до d f от x альфа d альфа коллеги ну во-первых давайте с вами такие я сильные ограничения сделал чтобы поменьше здесь технических деталей скажите мне почему левая часть существует совершенно верно а значит она интегрируема ну давайте я это запишу по свойству 1 функция и альфа непрерывно на cd а значит у нас существует ну вот этот вот интеграм значит все силы бросим на то чтобы доказать существование правой части и равенства ну поехали как будем делать воспользуемся условием да по условию у меня частичные интегралы равномерно сходятся и от альфа на cd 3 y стремящимся к b слева давайте распишем это здесь вставлю зафиксирую эпсона больше нуля поэтому у меня найдется b штрих так так что для любого y из b штрих окрестности b и для любого альфа из cd у меня будет выполнено и y альфа минус и альфа меньше ну давайте здесь эпслон на c минус на d минус c предполагаю что отрезок не вырожденный ну и чтобы в конце красиво получилось так коллеги все понятно я расписал определение равномерной сходимости и так давайте с вами с вами посмотрим ну что у меня есть вот эта вот вещь так значит непрерывность у меня при фиксированном y имеется значит я могу проинтегрировать по cd эту функцию и так давайте тогда я имею следующее вот у меня есть cd и от y альфа d альфа вот я хочу рассмотреть вот такую вот разность модуль навесил навесил ну и давайте с вами это интеграл существует так как функции подинтегральные у нас непрерывно и так поехали ну я могу оценить оцениваю оцениваю просто да ct здесь у меня вот так ну а здесь у нас при любом у выполнено ну вот из этой окрестности выполнено вот здесь выполнено вот такая оценка а значит у меня выполнено вот такая вот вещь правильно Андрей так все да хорошо давайте с вами переварим что мы здесь записали мы записали следующее вот рассмотрим вот такую вот функцию это функция от y что тогда условия выше означает для любого epsilon больше нуля найдется b штрих окрестность b что как только y попадает туда значение функции лежит в epsilon окрестности вот этого числа ну а это как по-другому записать что предел таких функций при y стремящемся к b слева совпадает с вот этим числом пишу так следовательно перефразим существует предел при y стремящемся к b слева ну вот таких вот интегралов от частичных интегралов так я скажу и этот предел равен вот такому числу ну осталось закончить заключить что я здесь получаю давайте я куда-нибудь перейду сюда перейду так хорошо ну давайте с вами посмотрим что здесь можно сделать воспользуюсь еще одним замечательным фактом из третьего теперь семестра по теореме фубини что я здесь имею я имею вот такую вот вещь а и так сейчас плохо записал c d альфа d альфа коллеги что тут написано здесь написан повторный интеграл сначала внешним образом по альфа внутренним образом по чему x где на промежутке от а до у так то есть у нас область по которой мы интегрируем это декартово произведение а y отрезка на cd так все ну хорошо хорошее множество измеримая теорема фубини непрерывность там есть теорема фубини работает и значит я могу сказать что у меня два повторных интеграла существуют и они просто равны двойному интегралу значит по теореме фубини я могу здесь переставить местами операции переставляю получаю от а до у это у нас по x внутренним образом по альфа коллеги вот это понятная мысль все замечательно прошу теперь осознать что мы доказали теорию почему давайте вот я подойду сюда и с вами обсудим что здесь написано здесь написано что существует предел при y стремящемся к b слева от вот таких вот интегралов равны вот этому числу а теперь мы переставили местами давайте я это запишу следовательно да у нас существует предел вот таких вот интегралов повторных повторных и этот предел равен в точности ну вот этому числу а теперь вопрос а что этот предел дает что это такое по определению ну это в точности есть несобственный интеграл с особенностью в b что здесь и записано да где у нас свойства что здесь и записано несобственный интеграл в b пишу и утверждение доказано ну все мы провели достаточно важную работу на прошлой лекции хоть и несложно было доказывать но тем не менее мы это сделали так сказать в более общей ситуации без лишних деталей а теперь вот применяем конкретные ситуации к конкретной ситуации функций с параметром y частичные интегралы ну и сразу получаем выводы коллеги вот такая идеология ну что надеюсь я здесь как-то объяснил что это не пустое занятие изучать такие интегралы интегралы обладают хорошими свойствами как какими свойствами если под интегральной функции обладает там непрерывностью дифференцируемость то при наличии равномерной сходимости эти свойства можно перекинуть на саму функцию и от альфа и от альфа очень ну вот эти вот интегралы с параметром особенно часто возникает у физиков ну как бы жизнь подсказывает изучать эту теорию подробно изучать эту теорию ну вот мы с вами изучили ну а раз есть актуальность есть потребность проверять конкретные да несобственные интегралы на равномерную сходимость значит мы с вами должны обсудить как это делать то есть нам дан конкретный интеграл как понять равномерно сходится или нет нужны признаки равномерной сходимости давайте мы их получим ну по крайней мере начнем получать а закончим на следующей лекции итак коллеги предлагаю написать озвучить следующий пункт признаки равномерной сходимости несобственных интегралов с параметр ну пока стираю несколько комментариев комментарий первый что у нас исследование равномерной сходимости несобственных интегралов с параметров полностью наследует идею идеологию исследования равномерной сходимости функциональных рядов вот просто нужно помнить что мы там делали и переносить это теперь на интеграл ну почему это так мы с вами на прошлой лекции обсудили что функциональные последовательности а значит и функциональные ряды это частный случай функций с параметром там этот параметр натуральный вот связь ну какие-то различия все-таки имеются вот например что там у нас было равномерной сходимостью функциональных рядов необходимое условие было равномерной сходимости что если функциональный ряд сходится равномерно то n член равномерно сходится к нулю ну так вот это свойство для интегралов не выполняется да у нас так сказать хвост интеграл не обязан даже сходится так коллеги ну так что идеология идеология ну вот дословно может быть не все переносится и нужно следить за нюансами поехали так ну что куда же без него критерий каши так так теорема я по всему пять критерий каши сходимости несобственных интегралов с параметров для того чтобы несобственный интеграл интеграл для того чтобы несобственного сходился равномерно ребят я теперь возвращаюсь в общую ситуацию здесь мне уже какое множество параметров не важно равномерно на а необходимо и достаточно выполнение условия каши каши ну что это за условия для любого эпсилон больше нуля найдется бэпсилон что какие бы я кси и это не взял с бэпсилон окрестности б для всех альфа и с а должно выполняться следующее отрезок такой вот интеграл должен быть меньше эпсилон коллеги нам не нужно это все передоказывать потому что это опять частный случай того что было на прошлой лекции как можно вот это выражение записать по-другому у меня есть частичные интегралы которые мы ввели вот эти вот у альфа и тогда здесь написано ничто иное как вот это вот это правильно ну значит я должен записать что это все у нас утверждение следует из критерия каши функций с параметром примененного к функции с параметром и от у альфа интеграл от а у f от x альфа dx при у стремящемся к b слева ну все коллеги продолжаем еще один признак я получу так теорема 6 признак верш трасса итак коллеги пусть функции f и f таковы что таковы что первое ну выполнено вот это а где это выполнено ну вот на декартном произведении второй пункт интеграл от функции φ сходится ребят я опять да предполагаю что как минимум это у меня при фиксированном альфа и за интегрируем и по риману или как в преамбуле сказано непрерывные функции так что существование интеграла у нас уже предупределено теперь вот равномерная сходимость почему у нас она есть тогда пишу интеграл сходится равномерно на а ну что коллеги и опять все это можно куда-то там сослаться ну давайте получим из критерия Каши утверждение следует из неравенства какого неравенства ну вот такого неравенства так расписываю Кси это f от x альфа d x альфа зафиксировал тогда у меня что будет неравенства основное интегральное неравенство да тогда это у меня не превосходит что интеграла по отрезку Кси это от модуля f от x альфа а там у нас монотонность интеграла это все это интеграла от фи пишу кси до это фи от x до x замечательно ну а теперь скажите мне это выполнено для любого фиксированного альфа из а ну тогда это все что это означает что вот это число является верхней гранью множество вот таких вот величин зависящих от альфа так тогда что я здесь могу сказать ну тогда и супремум по всем альфа и за также будет как наименьшее из верхней грани также будет удовлетворять этому неравенству коллеги понятно теперь давайте переварим что чем я должен здесь воспользоваться вот что я должен здесь написать следует из неравенства и ну конечно же критерия каши почему исходимости интеграла от функции фи я могу сделать да этот интеграл выбором окрестности б и взяв оттуда кси и это я могу сделать правую часть меньше наперед заданного эпсила но тогда у меня наперед будет выполнено и вот это условие супремум по всем альфа из а ну вот таких вот модулей интегралов тоже будет меньше эпсилон а это как раз и означает равномерную сходимость интеграла от функции f от x альфа коллеги вот такая вот теория ну а в следующий раз давайте мы получим более тонкие признаки дирихлей и абеля поприменяем их и на этом тему закончим вот вот